На мир через объектив фотоаппарата Константин Лещина смотрит второй год. Штативы, камеры и свет теснятся в его комнате. Дома парень создал настоящую студию для съемок. На международном чемпионате по брейку он попробовал себя в качестве режиссера. Написали мне из команды ТОП-9, это команда танцоров. Им нужен был видеооператор, чтобы участвовать в этом чемпионате. Константин рассказывает, хотел доказать, что танцевальная команда из Питера достойна победы. В своей видеоработе показал всю красоту брейк-данса. Через что нужно пройти, чтобы научиться всему показать, что это сложно, что это не просто не умеет крутиться. Сделать упор именно на то, что это как искусство и что ТОП-9 это такая сильная команда. Во Франции там проходил чемпионат. Парень соревновался с конкурентами из семи стран. У всех условия равны. Воплотить идею в жизнь за пять дней. Признается, из-за ограниченного срока в свой ролик вместил далеко не все. Материала было очень много, часов 5-6 наверное. И все это нужно было собрать в 6 минут. В принципе практически никто не успел. Все как бы жаловались, что у нас в один день. Но в принципе все закончили практически в срок. Хотелось больше времени, потому что я мог еще больше вложить в это видео. И хотелось большего. Давать команды и ставить задачи актерам для Константина тоже непривычно. В роли режиссера парень выступал впервые. За плечами лишь работа оператором и монтажером. Все ребята хорошие, классные. Но просто для меня это, скажем, впервые было именно, что мне нужно было полностью отвечать за весь процесс. Съемки иногда срывались, потому что очень там быстро солнце заходило или еще что-то. В первом в мире видеобаттле по брейку Константин стал лучшим. Занял первое место. Но видеобаттл лишь часть чемпионата. В тот же день питерские танцоры одержали победу и на танцполе. Марина Ступак, Алексей Жучков, Медиагруппа «Объектив».